Доброе утро, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои любимые подписчики! Вот я опять в грядках. Надоело? Но ведь вы просили показать вам мой сад. Ну а я третий день. Работаю, работаю и работаю. Немножко цветы помяла, но просто невозможно одуванчики так вот раз и вырвать. Обязательно приходится ковырять, выковыривать. Где-то что-то получается с хвостом вырывается, а где-то хвост этот отрывается. Так что, значит, скоро и вылезут. Вчера вечером опрыскала свои розы, зато сегодня вот уже смотрю, тли нет. Но зато вот какая-то мошка. А она просто легла и умерла, потому что кустики были опрысканы. Вот мои шарики. Вот так вот они стоят, набираются света. Вечером, если не забуду, обязательно посмотрю, как же они светятся. Надеюсь, что за день они солнышком напитаются. Вот, обчистила свою вьюнушку. Ну вот, девочки, пополомала. Я хотела её поднять. Но что-то она у меня так уже сплелась, так обвалилась и не хочет подниматься. О, и отломала. Отломала. Но вот посмотрю уже, что тут особенно такое вот останется. Остальное, наверное, пообломаю. Много сухих таких веточек. Жалко, конечно, обламывать. Вдруг на них что-то будет. Ну и по осени посадила хвостик, а он и прижил. Он под листиком сидит. И с этой стороны у меня тоже такой же беленький стоит красавчик. Поставила так вот на солнышке вход в беседку. А чёрные свои переместила вот туда. Вот с этой стороны. И вот с той. Вот такие вот они. Вчера немножко их обчистила, но смотрю, что опять они как-то запылились совершенно. Сегодня вот докончила вот ту гряду длинную. И вот ту самую-самую страшную, которую мне было очень-очень страшно даже за неё было браться. Вот эту, ой, цепляюсь своей туникой, цепляюсь за розы. И вот это у меня было очень-очень страшно за неё браться. Всё смотрела и смотрела, что так много сухого от ёлки. Вот эти вот палки даже я не смогла обломать, потому что они настолько твёрдые. Вот что-то мелкое отсохло, а вот есть такие вот живучие, живые. Но с большего, вроде бы с большего я вычистила. Хоз тоже вылезла, посмотрите как. И я там, в моей отине, эту грядку обкрасивила. И пошла уже вот туда, к забору, немножечко убрала, но бедро оказалось полное. И я посмотрела, что у меня уже просто нет сил. Думаю, нет, надо оставлять на завтра. Убого дней много. Надо немножко себя поберечь. Иначе я один день так пахавший, я на следующий день просто не захочу вылазить в огород. Выходить, вылазить. Вот розочки моей красавицы. Смотрю. Так. Что тут? Нет, листики чистенькие. Чистенькие, так вот было тепло. А вечером вчера у нас похолодало. К вечеру даже так холодно-холодно стало. И мой кот, когда его Ариша позвала домой, он домой не хотел идти. Он привык вот эти вот жаркие дни на улице ночевать. Или в беседке на этом самом на столе уляжется. Или на чердак залезет, если ему хочется. Вот. А домой не приходил. А вчера, видно, ему стало холодно. И вечером я уже чуть ли не заснула. И слышу в окно, а форточка у меня открыта. И слышу прыг и сидит на форточке. И мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Безобразник такой. Я, конечно, встала, вытащила его оттуда. И он улегся ко мне в кровать, грязнули этот. Я говорю, столько грязи принес. Пришлось срочно менять пододеяльник сегодня. Потому что этот грязнуля улегся на мою кровать. Но уже ночью я не стала его ни прогонять, ничего. Потому что, ну что, животное замерзло. Вот, ладно, девочки. Вот закончила я свою уборку эту на сегодня. На сегодня пошла отдыхать. Пойду надо пообедать. И немножечко-немножечко отдохнуть. Выползла я с грядок. И думаю, надо что-то покушать. На обед у меня сегодня холодник. Холодник, как и борщ, люблю, чтобы был пустой. Чтобы было много яйца, чтобы было много огурца и лучку зелёного, и сметанки. И, как это говорили, чтобы ложка стояла. Вот люблю такой вот холодник. Не люблю я одну, когда одна эта водичка. А Ариша у нас наоборот. Ей подавай, и Ариша, и дочка. Они любят, чтобы суп был жидкий. А я вообще супы никакие не ем. Вот только зимой борщ, и летом холодник. Ну и потом выпью чашечку кофе. Варить мне кофе лень. Я устала очень. Сделаю растворимый, вот такой, как я купила в Фикс Прайсе. Это чёрная карта. И вот с конфетками. Вот такие конфетки у меня вкусненькие. Чайник уже закипятила, но пока не наливала, чтобы он не был холодный. Поем холодник, а потом уже, может быть, делаю чашечку кофе и пойду в беседку. Просто посижу, полюбуюсь своей работой. Вот такие внутри конфетки. Я вам обещала их показать. Посмотрите, какие они вкусненькие. Вкусненькие. Там внутри действительно крем, а сверху такая вот вафелька. И снизу ещё и шоколад. Просто тают во рту. А с кофе, ну, как будто тортик кушаешь. После обеда надо привести свои руки в порядок. Прорвались мои перчатки. Под ногтями полно было земли. Ну что, не отмывалось ничего. Пришлось срочно пойти чего-нибудь постирать, чтобы всё это отмыть, всё это выскрести из-под ногтей. Ну и вот свеженький маникюрчик. Лак, как всегда, мой любимый. Люкс Визаж. Люблю. Он легко стирается, удаляется с ногтей и быстро сохнет. Ну и иногда вот немножечко вот таких вот блёсток на тот ноготь. Не на тот, который надо, как вот обычно наносят эти блёстки, а на тот, который у меня совсем-совсем отломался. И вот жалко мне его под корень отрезать. А сейчас ногти, конечно, немножко поплохели. На этой руке ещё как-то более-менее. А на этой, о, совсем короткий ноготь стал. Видите, совсем-совсем вот как где-то что-то рвало травку и совсем сделала короткие ногти. Вот, поэтому крашу их специально. Обязательно делаю маникюр. Обрабатываю, потому что руки должны быть в порядке. И получается так, что я каждый день, каждый божий день в грядке, потом в стирку и потом в свежий маникюр. Ну, а как иначе? Руки-то должны быть в порядке. Хотя должно быть всё у женщины в порядке. Везде всё должно быть красиво и чисто. Вы со мной согласны? Ну, вот и вечер. Я вспомнила про свои светлячки. Вот так вот они светятся. Конечно, свету от них очень мало, но такой приятный светлячок это вот второй. И сейчас я вам покажу, как светятся чёрненькие. Вот. А вот такой вот чёрненький. Сверху он, у него крышка, а внутри вот так вот красиво. И вот второй вот. Так что, девочки, можно покупать. Можно покупать такие игрушки. Приятно, конечно. Они не освещают дорогу. Но когда выходишь вечером во двор и видишь вот такие вот светлячки, то это очень интересно. Конечно, вот эти вот беленькие, они больше как-то... ну, большие пятнышки. А чёрные, крышка у них как-то сверху. И... слабее, слабее свет. Он вроде бы как бы есть, но это я вот присела. Присела для того, чтобы его увидеть. Ну вот, вот такие вот светлячки. Думаю, что беленьких я куплю обязательно ещё пару штук. А может быть, даже и больше. Всё-таки интересно. Очень интересно смотрится. Сижу в парке. Забежала опять в Фикс Прайс. Купила два плафона. Посмотрела, что как раз надо чёрные заменять на входах. И взяла коту корма. Он этот корм с удовольствием ест. И думаю, надо взять, пока он там есть. Сейчас забегу ещё в поликлинику, выпишу рецепт. Закончились у меня таблетки от давления. И потом в продовольственные магазины домой. Вот такая у меня сегодня пробежка. Погода замечательная, поэтому ничего дома не делала. В рядках не сидела, а решила, что мне надо вот сделать такие все дела, потому что завтра 1 мая, день выходной. И завтра уже никуда не попадёшь. Ну, может быть, в магазине и будут работать. Вот. В общем, всё, пошла я. Сейчас начинается приём у врача. Как раз я туда попаду. Ну, пока решила вот на лавочке посидеть, на солнышке погреться. Сегодня, правда, температура немножко меньше, чем вчера. Но всё равно очень тепло и хорошо. Выбралась наконец-таки я сегодня в магазин. Надо было мне заказы отнести моим девчонкам. Ну, и зашла в магазин домашний. Нравится мне этот магазинчик. Небольшой, но всегда там акции. А после того, как я приехала с отпуска, мне совсем тяжёлой еды не хочется. Поэтому я купила себе йогурты, купила какие-то пудинги, рулетик, потому что придёт моя Людусе, надо будет чайку попить. Вот такой вот сыр, который я в последнее время только и намазываю на хлеб. И по акции там вот такие вот макарошки. Дороговато, конечно, но они очень же хорошие, бантики такие. Ну, и зашла в магазин, взяла салфетки. А то у нас закончились влажные салфетки. А без них теперь как без рук. Ну, вот так вот прогулялась я сегодня. Продолжение следует...